9 мая во всех храмах Русской Православной Церкви совершается благодарственный молебен за дарование Победы в Великой Отечественной войне. Эта традиция была введена сравнительно недавно, в 2010 году. И в видном день торжеств, посвященных празднику Победы, начинается именно в Георгиевском храме. Благодарим Тя за избавление Отечества от врага лютого. Дашь нам Господи память всего славного Твоего посещения твердо и непрестанно имейте в себе. Сразу после благодарственного молебна и панихиды на советском проезде состоялся торжественный митинг, участниками которого стали ученики видновских образовательных учреждений, ветераны войны, жители района. К собравшимся обратился глава муниципалитета. 73 года назад наш народ победил в самой тяжелой и страшной из войн Великой Отечественной войне. Война вошла в каждый дом, в каждую семью. И сегодня мы вспоминаем всех, кто на фронте и в тылу приближал победный май 45-го года. А после состоялось возложение венков и цветов к вечному огню, памятника погибшим в Великой Отечественной войне на Аллее Славы. Почти 33 тысячи жителей Ленинского района ушли на фронт, и около 11 тысяч солдат не вернулись с полей сражений. В память о них прошла минута молчания, а в небо были выпущены белые голуби. Праздник продолжился торжественным парадом. Его возглавили военнослужащие воинской части 5206, войск противовоздушной обороны. Сразу за ними шли финалисты смотра конкурса «Песни строя. Салют победа». Жители района и учащиеся образовательных учреждений, в том числе и дошкольных. В нашем саду ежегодно проходит парад правнуков. И каждый год дети нашего детского сада, калейдоскоп, делают такую военную технику в память о войне, о победе. Вот так вот, это такие вот варианты. Все делается из подручных средств, из простых коробок, которые одеваются на коляске, или дети одевают на себя. Вот сейчас продемонстрируем. И вот так вот ребенок проходит в параде. Сотни людей встали в колонну с портретами своих родных, воевавших или погибших на войне, чтобы принять участие в шествии бессмертного полка. Надо отметить, что в нынешнем году эта всероссийская акция проводилась в 11-й раз. Каждый из этих людей знает и чтит историю подвига своих дедов. Летчик, он кончил военное училище и началась сразу война. Он летал в Германию несколько раз, в Польшу, в Чехословакию, в Венгрию. В общем, у него очень много медалей. Николаев Александр Федорович погиб. В 43-м году долго искали. Погиб под Курском. Потом нашли. Все померли. Я и фотографии нашел. Ну вот первый дедушка, Романов Николай Степанович, попал сразу на Курскую дугу. Был ранен и, в общем-то, дальше не продолжил уже воевать. А вот Дмитриенко Иван Романович, младший лейтенант, 2-й Белорусский фронт, 50-я армия, принимал участие в битве в Агратион. Тоже наградной лист даже есть дома и был тоже очень сильно ранен осколком снаряда. По окончании шествия в кинотеатре «Искра» и рядом с ним на больших экранах состоялся просмотр трансляции военного парада с Красной площади. Завершился день вечерним концертом, посвященным 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие творческие коллективы Ленинского района. Ах, ветераны, наденем те свои ордена. Кроме того, концерт транслировался в прямом эфире на телеканале «Видное ТВ». По окончании него небо над Видным озарил праздничный фейерверк. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова